Встречайте своего героя, солдаты. Я вернулся с победой и пленил немецкого профессора. Повторяю еще раз, я не пленник. Я перешел на вашу сторону и сдался добровольно. Сейчас это не важно. Первонаперво нужно вернуть в строй Дориана. И ты нам в этом поможешь. Разумеется, я знаю его чахтежно изусть, потому что я его и создал. Нам пришлось хорошенько поботеть, но благодаря твоей помощи Шварц, мы быстро справились. Не за что. Я готов пойти на все, лишь бы скорее прикончить Левиахуана. Этих материалов все еще недостаточно. Ты уверял меня, что обеспечишь всем необходимым. Раз я объяснял, значит я это сделаю. Есть маленькие заделки, но это ведь не критично. Не критично, но завершить проект в поставленные строки просто невозможно. И это не по моей вине. Ты не можешь начать создание кузова? Тогда начни постройку басни и двигателя. Этот монстр нужен мне удлижать все дни. Начинайте постройку. Иначе мне придется прикончить тебя и сжечь этот завод к тетикам. Слушаю и повинуюсь. Начинайте погрузку стали в печи. Вы настоящие бездары. С такими темпами работ меня точно прикончат. Смотри о ком я вспомнил. Мы пустим их на переплавку. И нам как раз хватит стали. Переплавить таких стальных гигантов, это очень плохая идея. Они еще намного испособны. Как по мне, так это два лжавых куска металла. Как они могут нам пригодиться? Их можно починить, и они будут сражаться на твоей стороне. Пару стволов лишними не будут. Думаю, ты прав. Пару стволов, мы их потянем, станут моими телохранителями. Вот собственно и все. Ваш монстр готов к сборке. Тогда тело мы ждем. Пора закрантевать. Наконец-то, японский зрезный капут. Рады приветствовать тебя в рядах армии Японской империи. Здравствуй, мой владыка. ПЗ-35, с чем пожаловал в мои земли? К великому сожалению, нашу армию разбили советы. Они пошли в контрнаступление. Вы потеряли всех своих гигантов? Включая Франкенштейна? Да, и теперь в их руках дюжина сверхтяжелых монстров, которым мы попросту не в силах противостоять. Мы надеемся, ты примешь нас в гряди своей арды. Я бы с радостью пустил всех вас на переплавку. И кстати, где Шварц? Он предал нас и примкнул к советам. Ну ладно. У нас нет другого выбора, кроме как объединиться в один кулак. Располагайтесь. Вскоре я найду для вас работу. Мы сможем прикончить Левиафана и его арду уже совсем скоро. Но прежде нужно починить КВ-44. Повреждения не столь критичны. Приложив все свои умения, мы быстро справимся. Тогда пора начинать. Вот и первая твоя задача. Построить гиганта по моим чертежам. Справишься? Приложу все знания и усилия к этому пахаекту. Можешь не сомневаться, владыка. Тогда приступай немедленно. Времени у нас мало. Мы израсходовали все запасы ресурсов на этих гигантов. Зато теперь нам по силам стереть Левиафана с лица земли. С возвращением, наш герой. Зелезный капут. Тебе пора освободить ангар. Сноузы тебя ждет Ямамото. Он уведет тебя в курс дел. Ну и каковы твои приложения, папагацки этих монстров, американец? Начнем с Ратте. Его броню стоит прокачать. Какая самая прочная сталь из тех, что у вас есть? Совсем недавно мои сахтеры носили сверхпрочную руду. А сталевары с большим трудом изготовили из нее бронепластины. Тебе стоит взглянуть. Незеритовая сталь. Неужели она существует? Думаю, она отлично подойдет для прокачки. Ух ты! А империя окрепла с момента последнего моего визита? Кто ты, тюзак? Отвечай. Я старый знакомый вашего профессора. Меня зовут Левиафан. Ты наверняка слыхал обо мне. В Афеса Т-94 в нутлы завода. Ах вот и ты, старина Т-94. Левиафан? С чем позаловал? Надеюсь, ты не забыл про свой старый должок. Разумеется, я не забыл. Я помню, как ты вытастил меня из плена. Ну вот и хорошо. Настало время свести счеты. Ну и как твои успехи, американец? Броня готова? Как видишь, все уже на финальном этапе. Изумительно. Можешь продолжать. С такой броней Ратте стал непобедимым. Ну что, парни. Полагаю, мы собрали достаточно сил для рейда адских земель Левиафана. Мы не можем отправить на это задание все силы. Нужно оставить гарнизон на заводе. В качестве гарнизона отлично подойдет пельмень и КВ-44М. Но для их ремонта у нас нет ресурсов. Я поставлю задачу шахтерам работать вдвойне. Думаю, за недельку они справятся. А тем временем Дориан останется в гарнизоне. Попытаюсь связаться с нефритовыми стражами. Они доставят наш отряд прямиком в адские земли. Наша задача раздобыть 10 эшелонов железной руды, парни. Забудьте о солнечном свете. На ближайшие недели шахта станет для вас вторым домом. Пришло время каждого сделать все ради нашей победы. Вперед, парни. За работу. А вы и вправду собрали внушительный отряд. Сомневаюсь, что мне хватит энергии отправить всех. Дориан остается на защите завода. На этот рейд отправятся КВ-44 и Федор. Вы опять решили разделить все свои силы? Вскоре мы починим пельмени и КВ-44М. Так что все под контролем. Тогда приступим к телепортации. Поработали мы на славу. И сталь уже готова к отправке. Планы профессора будут выполнены. Всем спасибо за ваш труд. Ух ты, телепортация это весело. Ненавижу телепорты. Слишком уж после них пружится башня. Время найти и прикончить парочку демонов. Мой владыка, я осмотрел ваш чертеж и увидел несколько недочетов. Ты ставишь под сомнение мои инженерные навыки? Ты кем себя возомнил, профессор ПЗ-35? Конечно же нет, мой повелитель. Я уверен, что вы хорошо знаете инженерное дело. Я всего лишь хотел немного доработать ваш чертеж. Я строго-настрого запрещаю вносить правки в мой проект. Над ним я работал несколько лет. Просто делай свою работу и не задавай глупых вопросов. Так точно, мой повелитель. Задача будет выполнена в лучшем виде. Черт бы меня побрал. Что это? Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое... Мы не знаем, что это такое... Мы, конечно, при своей необразованности можем предположить, что это диверсия какая-то... Ладно, продолжайте. Самое главное, делайте все по чертежам, владыки. Так точно. Ваш паралет завершен. Наконец-то. Начинайте сборку моего гиганта. Булыжник, добро пожаловать во рту, сынок. Ты особо работал, американец, и я оставлю тебя в зевых. А сейчас займись ремонтом этого советского взломка. Слушаюсь. Будет выполнено. Впереди еще очень много работы. Нужно скорее освобождать ремонтный цех. Мы еще не завершили сборку. Осталась самая малость. Пельмешка, с возвращением. Я как раз веду переговоры со стражами. Пора хорошенько прокачать твою броню. Они в этом помогут. Значит так, Зелезный Капут. По просьбе моего давнего друга. Я вынесен отправить тебя на задание. На это задание должен пойти я. Он еще не готов к этому. А я намного опытней. Ты уже себя проявил в бою против советов. И не с лучшей стороны, Ямамоту. Против советских мегапусек нужна хорошая броня, которого рукопута предостаточна. Ну сколько можно то, а? Сколько можно? Ребята, передайте в штаб, что к нашему авантосту движется неопознанный гигант. Ну и вонь же в этих пещерах. Хорошего топлива они сроду не видели. Теперь мне понятно, почему они такие злые. Насколько долго мы будем блуждать этими тоннелями? Мы не встретили еще ни единого врага. У меня уже руки чешутся. Когда-то я уже попадал в эти лабиринты смерти. Выбрался лишь спустя несколько месяцев. Ты тоже это слышал? Мы движемся в правильном направлении. Надерем им зад. Наконец-то ты снова в строю, Аид. Рад тебя видеть в здравии. Мой владыка. Знакомься с вершиной моей инженерной мысли. Его зовут Булыжник. Святые угодники. Ну здравствуй. Как видишь, теперь есть кому оборонять подземелья. И ты можешь отправиться в земли советов на помощь японской армии. Погоди-ка, фея. Похоже, вот и наша цель. И он движется в нашу сторону. Ну и переросток. Открываем огонь на поражение. Меня зовут Булыжник. Как вам его взять будет крайне сложно. Выпускай залп и завали ему проход. Заметно, что вы уже имели опыт работы с алмазами. Ваша работа филигранна. Мы те, кто помогали вам в прокачке Дориана. Осторожно, солдаты. Начинай обжиг. Хороший темп, парни. Совсем скоро мы получим нужное количество бронепластин. Как обстановка, инженеры? Алмазная кольчуга уже готова? Никак нет. Еще не готова. Но все идет по плану. Вскоре закончим. Ну как ты себя чувствуешь, пельмень? Нравится новая броня? Намного уверенней. Спасибо, Рагер. Я перед тобой в долгу. Отблагодаришь нас всех значимой победой. А сейчас навесим дополнительную кольчугу. Парни, плохая новость из передовой. Обнаружен неизвестный гигант. И он движется в сторону нашего завода. Отлично. Это будет хорошим испытанием моей новой алмазной брони. Похоже, сейчас не лучшее время отправляться в рейд. На нас напали. Это не столь большая проблема для меня и булыжника. Вскоре мы здесь все зачистим. Можешь даже не сомневаться. Пожелайте мне удачи. Победа будет за нами. За мной, парни. Булыжнику нужна помощь. Дориан, надеюсь, ты еще помнишь Давида? Разумеется. Славный воин. А что с ним? Левиафан пленил его разум. Усилил броню и отправил на опустошение наших земель. Только тебе по силам дать ему равный бой. Заправляйте баки до полного. Пора делать ноги, товарищи. На нас напали демоны. Мы все умрем. Мне жаль трачить на вас боезапас. Бегите, глупцы. Первая победа и без единого выстрела. Мне начинает это нравиться. Настало время битвы. Я дам тебе возможность выбора. Сдавайся, либо умри. Я никогда не предам своих друзей. Тебе не избежать смерти. Ты сделал свой выбор. Нюхай бебру, демон. Ты хаосенько подгудился над бацинкой гадты, американец. Не подкацай и в этот раз. Парни, завозите руду. Здесь немного вольфрама для брони. Приглядывайте за американской. Я с Хатте и Ямамото еду на свой завод. И вскоре вернусь. Это твой шанс, Брэдли. Не упусти его. Погружайте вольфрамовую руду в печи. Да поживее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось провести его в чувство. Материнская плата уцелела. Сейчас он все вспомнит. Разнеси здесь все, родненький. Нам нужен маневренный монстр с большой огневой мощью для выполнения диверсионных заданий на территории врага. Я тут недавно маленько потрудился и разработал новое усиление для нашего КВ-44М. Тебе стоит взглянуть, братишка. У нас достаточно титана для создания этой капсулы. Я задействовал все инженерные резервы. Полагаю, совсем скоро мы получим нужное количество ресурсов. А пока займемся ремонтом и сборкой КВ-ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. Починка идет своим чередом. МС-1, как успехи в создании башенной тактической каски. Все согласно чертежу, брат. Можешь не волноваться. Ну что ж, пора приступать к установке титанового панциря. Аккуратно, она слишком тяжелая. Готов к выполнению всех задач. Теперь ему нас не достать. Пора найти другой путь. Рано радуешься. Мы все еще в зоне поражения. Осторожно. Только не это. КВ, КВ, ты в сознании? Ничего страшного. Как муха укусила. Поможешь сдвинуться с места? Вот черт. Дела плохие. Ну держись, братишка. Булыжник. Сынок, как ты? Сейчас папочка вытащит тебя. Мы найдем их. Сынок, вперед. И что же нам делать дальше? Я не могу тебя бросить и самостоятельно продолжить миссию. Нужно найти проход в шахты. Пора использовать силу демонических алмазов. Ты вскоре потеряешь все масло. Держись, товарищ. Я найду алмазную шахту. И куда они могли подеваться? Безмозглые ватники гарантированно уже заблудились. Владыка, мы их не нашли. Они как будто испарились. Шахты. Они явно пробрались в шахты. Нужно поторопиться, пока они не нашли. А вот и наша долгожданная подмога. Здравия желаю, товарищи солдаты. Откуда ожидается наступление врага? Он движется в нашем направлении. Ты прибыл по назначению. Но как насчет эффектной неожиданности? Тебя же сложно не заметить. Броня слишком яркая. Тогда смастерите для меня маскировку. Пока не поздно. Получается отлично, парни. Первый удар будет за мной. Спасибо. Пельмень, это черный ястреб. Замечен враг. Азимут 87 градусов. Расстояние 4 километра. Как принял? Так точно. Принял. Открываю огонь. Вот тет. Не вижу вага. Пробития нету. Твоя позиция врагу неизвестна. Азимут тот же. Расстояние 3700 метров. Залп под калиберными. Они пращутся вон в том лесу. Получите барабан бронебойных. Враг срисовал нашу позицию. Начинаю ближний бой. Ха-ха-ха. Не в этот раз. Во мне адская сила. Оливиафан действительно прокачал твою броню. Но все равно тебе это не поможет. Ты стар и слаб, Дориан. Твое время истекло. Моих сил все еще достаточно, чтобы прихлопнуть тебя. Вот и все, демон. Моя взяла. Даю тебе последний шанс. Шутка. Демонам нету пощады. Самое время отбуксировать тебя на завод. Неужели Дориан вернулся победителем? Я одолел этого демона и притащил его тело. Отличная работа. Планы Оливиафана разрушены и пошатнулись. Какие еще будут приказы? Сначала ремонт, а вскоре контрудар. Пора бы заняться спасением американского профессора. Мы не можем допустить захват еще одного завода. Тогда не можно отбуксировать драгоценное время. ПЗ-35 уже наверняка примкнул к Левиафану. И на меня открыта охота. Это задача для КВ-44М. Думаю, он справится. Аллигатор, ты переходишь в подчинение ПЗ-2. В подчинение Фрицу? Ну уж нет. Приказы не обсуждаются. У нас нету времени на пустую болтовню. Как я ожидал, из гарнизона здесь нету. Это было проще паренной репы. Начинаем укрепление на этих позициях. Завод не может перейти врагу. А вот и завод. Нужно действовать скрытно. На нем есть демонический гарнизон. Ты это серьезно? Действовать скрытно? Это не для меня. Да я прям киборг-убийца. Ну что, Федя, ты видишь красные камни? Никак нет. Все рудники пусты. Продолжаю поиски. Силы меня покидают. Вижу алмазы. Держись, товарищ. И что дальше? А дальше? Дальше волшебство. Вот это поворот. А мне так можно? Нет, дружище. Они работают лишь на демонов. Но почему-то они выбрали еще и меня. А вот и шахта. Здесь им от нас не скрыться. Это тупиковая локация. Черт бы меня побрал. Этого я и боялся. Эти ватники воспользовались демонической силой алмазов. Кажись, этого количества будет достаточно. Приготовься принять силу алмазов, сынок. Ух ты, лихо меня вштырило. Где эти чертовы советы? Теперь продолжим искать выход наружу. Так точно. Ты бери на себя бугая, а я возьму левиафана. Посмотрим, на что ты способен в ближнем бою. Я просто прихлопну тебя в ближнем бою, как клопа. Полути болваночку. Алмазная броня тебе не по зубам. Зря ты пришел в мои земли. Ха-ха-ха. Ты не в силах справиться даже с остальной броней. Тебе не выйти живым из этого боя. Из чего же он сделал? Нужно еще немного сократить дистанцию. Ты уже бросил все свои негтемные попытки пробить мой корпус? Неужели ты так быстро раздался? Сейчас будем клинчевать. Ну трепещи, брожина. Ну таран так таран. Я весу немало. Пацан к успеху шел, но встретился с пельменем. Вот и пришел черед Давида вернуться в строй. Он наверняка заждался нас в этой демонической оболочке. Таран так 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 т Сборку я проконтролирую лично, брат, а ты становись за пульт управления Ну вот и все, можем приступать Добро пожаловать в строй Вот уже совсем скоро мы создадим достаточное войско для вторжения в советские земли С помощью Ливиафана мы поработим все их территории Ратте, для тебя будет задание Американска все никак не выходит на связь Ты отправляйся на завод и узнай, что случилось Так точно, товарищ профессор А Ямамото останется на стразе моего завода Сейчас я наведу здесь свой порядок Вот же черт, похоже вот и японский Ратте Профессор Брэдли, у нас гости Вступаю в бой Надеюсь вы завершили постройку монстра Так точно, мой гигант готов вступить в бой М270, твой выход Поджарь врага Похоже америкашка нас предал И ликвидировал весь гарнизон Я это исправлю Ну рак, погоди А это еще кто такой? Бое против одного Ну получите грустливые крысы Вот я и вернулся Вы меня уже заждались Проваливай в ад обратно Либо я загоню тебя туда силой Победить демонического гиганта в его землях невозможно Попрощайся со своим дружком Левиафан собственной персоной? С каких это пор ты не бежишь с поля боя? Попрощайся со своим дружком Попрощайся со своим дружком От слов где лукавая 44? Поверим на что ты способен Федя Он гораздо меня сильнее Я долго не протяну Федя 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 Субтитры сделал DimaTorzok